Общее сведение. Лейшманиоз представляет собой протозойную инфекцию с трансмиссивным механизмом распространения, характеризующийся поражением кожных покровов или внутренних органов внутриклеточными паразитами – лейшманиями. Характеристика возбудителя. Лейшманиоз вызывается 17 из более чем 20 видов простейших паразитов рода лейшмания. Лейшмани развиваются внутрь клеток хозяина, преимущественно в макрофагах и элементах ретикулы эндотелиальной системы. В течение своего жизненного цикла им необходимо сменить двух хозяев. В организме позвоночных животных лейшмани находятся в безжгутиковой форме, развиваясь в жгутиковую форму в теле членистоногого. Лейшмани отличаются резистентностью к антибиотикам и чувствительны к препаратам пятивалентной сурьмы. Подавляющее большинство лейшманиозов, занозы, резервуаром и источником инфекции являются животные. Только два вида антропонозы. Виды животных, участвующих в распространении лейшманиоза, довольно ограничены, поэтому инфекция является природно-очаговой, распространяется в пределах обитания соответствующей фауны, грызунов и сяниковых видов, псовых, лисы, собаки, шакалы, а также переносчиков, москитов. Преимущественно очаги лейшманиоза располагаются в странах Африки и Южной Америки. Большинство из них, развивающиеся среди 69 стран, где распространен лейшманиоз, 13 являются беднейшими странами мира. Человек является источником инфекции в случае поражения кожной формы лейшмании, при этом москиты получают возбудителя с отделяемым кожных язв. Висцеральная лейшмания в подавляющем большинстве случаев является занозной, москиты заражаются от больных животных. Заразность москитов отчитывается с пятого дня, попадание лейшмании в желудок насекомого и сохраняется пожизненно. Человек и животные контагиозны в течение всего срока пребывания возбудителя в организме. Лейшманиоз передается исключительно с помощью трансмиссивного механизма, переносчики, москиты получают инфекцию, питаясь кровью больных животных и переносят здоровым особям и людям. Человек обладает высокой восприимчивостью к инфекции после перенесения кожного лейшманиоза, сохраняется продолжительный стойкий иммунитет. Висцеральная форма такового не формирует. Патогенез-возбудитель проникает в толщу кожи человека при укусе москита, формируя в области входных ворот лейшманиозную гранулему. Впоследствии при висцеральной форме инфекции гранулема рассасывается, а при кожной прогрессирует в язву. Лейшмания разносится по организму с током лимфы, поражая регионарные лимфатические узлы. Вдоль лимфатического сосуда паразиты могут формировать лейшманиомы – ряд последовательно располагающихся специфических язв. В Южной Америке отмечаются формы лейшмании, протекающие с поражением слизистых оболочек ротовой полости, носоглотки и верхних дыхательных путей с грубой деформацией глубоких тканей и развитием полипозных образований. Висцеральная форма лейшманиоза развивается в результате рассеивания возбудителя по организму и попадания в печень, селезенку, костный мозг. Реже – в кишечную стенку, легкие почки и надпочечники. Возникающий иммунный ответ подавляет инфекцию, при этом заболевание протекает латентно, либо с маловыраженной симптоматикой. При иммунодефиците, сниженных защитных свойствах лейшманиоз прогрессирует, протекает с выраженной клиникой интоксикационного синдрома, лихорадкой. Размножение паразитов в печени способствует замещению гепатоцитов фиброзной тканью, селезенки отмечают атрофию пульпы с участками инфарктов и некротизации. Вследствие поражения костного мозга развивается анемия. В целом висцеральный лейшманиоз, прогрессируя, вызывает общую кахексию. Классификация лейшманиоза подразделяется на висцеральные и кожные формы. Каждая форма, в свою очередь, разделяется на антропонозы и занозы в зависимости от резервуара инфекции. Висцеральные и занозные лейшманиозы – детский калазар, средиземноморско-среднеазиатский, лихорадка дум-дум – распространена в Восточной Африке. Носоглоточный лейшманиоз – кожно-слизистый лейшманиоз нового света. Индийский калазар является висцеральным антропонозом. Кожные формы лейшманиоза представлены болезнью Боровского, городской антропонозный, темосельский занос, пиндинской, ашхабадской, язвами, багдадским фурункулом и фиопским кожным лейшманиозом. Симптомы лейшманиоза Лейшманиоз – висцеральный средиземноморско-азиатский лейшманиоз. Инкубационный период этой формы лейшманиоза составляет от 20 дней до нескольких 3-5 месяцев. Иногда, довольно редко, затягивается до года. У детей раннего возраста в этот период может отмечаться первичное популо в месте внедрения возбудителя. У взрослых встречается в редких случаях. Инфекция протекает в острые, подострые и хронической формах. Острая форма обычно отмечается у детей, характеризуется бурным течением и без должной медицинской помощи заканчивается летально. Чаще всего встречается подострая форма заболевания. В начальном периоде отмечается постепенное нарастание общей слабости, разбитости, повышенной утомляемости. Отмечается снижение аппетита, побледнение кожи. В этом периоде при пальпации можно выявить некоторое увеличение размеров селезенки. Температура тела может подниматься до субфибрильных цифр. Подъем температуры до высоких значений говорит о вступлении заболевания в период разгара. Лихорадка имеет неправильный или волнообразный характер, продолжается в течение нескольких дней. Приступы лихорадки могут сменяться периодами нормализации температуры или снижения до субфибрильных значений. Такое течение обычно продолжается 2-3 месяца. Лимфатические узлы увеличены, отмечается гепатой, в особенности спленомигалия. Печень и селезенка при пальпации умеренно болезненны. При развитии бронхоиденита отмечается кашель. При такой форме нередко присоединяется вторичная инфекция дыхательной системы и развивается пневмония. С прогрессированием заболевания отмечается усугубление тяжести состояния больного, развивается кахексия, анемия, гоморрагический синдром. На слизистых оболочках ротовой полости возникают некротизированные участки. Ввиду значительного увеличения селезенки происходит смещение сердца вправо, то на его глухий ритм сокращения ускорен. Отмечается склонность к падению периферического артериального давления. С прогрессированием инфекции формируется сердечная недостаточность. В терминальном периоде больные и кахексичные кожные покровы бледны и истонченные, отмечаются отеки, выражена анемия. Хронический лишманиоз протекает латентно, либо с незначительной симптоматикой. Антропонозный висцеральный лишманиоз может сопровождаться в 10% случаев появлением на коже лишмоноидов мелких папиллом. У зелков или пятен иногда простые участки со сниженной пигментацией, содержащих возбудителя. Лишмоноиды могут существовать годами и десятилетиями. Кожный заонозный лишманиоз, болезнь Боровского, распространен в тропическом и субтропическом климате. Инкубационный период его составляет 10-20 дней, может сокращаться до недели и удлиняться до полутора месяцев. В области внедрения возбудителя при этой форме инфекции обычно формируется первичная лишманиома, первоначально имеющая вид розовый, гладкой папулы около 2-3 см в восточной долготеаметре, в дальнейшем прогрессирующий в безболезненной или малоболезненной при надавливании фурункул. Спустя 1-2 недели в лишманиоме формируется некротический очаг и вскоре образуется безболезненное изъязвление с подрытыми краями, окруженное валиком инфильтрированной кожей с обильным отделяемым серозно-гнойного или геморрагического характера. Вокруг первичной лишманиомы развиваются вторичные бугорки обсеменения, прогрессирующие в новые язвы и сливающиеся в единое изъязвленное. Полипоследовательная лишманиома Обычно лишманиомы появляются на открытых участках кожных покровов, их количество может колебаться от единичной язвы до десятков. Нередко лишманиомы сопровождаются увеличением регионарных лимфоузлов и лимфонагитом, обычно безболезненным. Спустя 2-6 месяцев язвы заживают, оставляя рубцы. В целом заболевание, как правило, длится около полугода. Диффузно-инфильтрирующий лишманиоз отличается значительной распространенной инфильтрацией кожи. Со временем инфильтрат регрессирует, не оставляя последствий. В исключительных случаях отмечаются мелкие язвы, заживающие без заметных рубцов. Такая форма лишманиоза достаточно редка обычно отмечается у пожилых лиц. Туберкулоидный кожный лишманиоз наблюдается в основном у детей и молодых людей. При этой форме вокруг послеозвенных рубцов или на них появляются мелкие бугорки, могущие увеличиваться в размерах и сливаться друг с другом. Изъязвляются такие бугорки редко. Язвы при этой форме инфекции оставляют значительные рубцы. Антропонозная форма кожного лишманиоза характеризуется продолжительным инкубационным периодом, который может достигать нескольких месяцев и лет, а также медленным развитием и умеренной интенсивностью кожных поражений. Осложнение лишманиоза Длительно протекающий лишманиоз прогрессирует с развитием пневмонии, нефритов, агранулацитоза, гоморрагического диатеза, а также может осложняться гнойно-некротическими воспалениями. Диагностика лишманиоза Общий анализ крови при лишманиозе показывает признаки гипохромной анемии, нейтропения и анеозинофилии при относительном лимфоцитозе, а также пониженную концентрацию тромбоцитов. Слоя повышена. Биохимический анализ крови может показать гипергаммоглобулинимию. Выделение возбудителя кожного лишманиоза Возможно из бугорков и язв при висцеральном лишмании обнаруживаются в посеве крови на стерильность. При необходимости для выделения возбудителя производят биопсию лимфоузлов, селезенки и печени. В качестве специфической диагностики осуществляют микроскопическое исследование БАКПОСИФ на питательной среде ННН биопробы на лабораторных животных. Сирологическая диагностика лишманиоза проводится с применением РСКФА-РНФ-РЛА. В периоде реконволюсценции отмечается позитивная реакция Монте-Негроу кожной пробы с лишманиным. Производится при эпидемиологических исследованиях. Лечение лишманиоза Итеологическое лечение лишманиоза заключается в применении препаратов пятивалентной сурьмы. При висцеральной форме их назначают внутривенно с нарастанием дозировки на 7-10 дней. В случае недостаточной эффективности терапию дополняют амфотерицином, вводимым с 5% раствором глюкозы внутривенно медленно. На ранних стадиях кожного лишманиоза бугорки обкалывают мономицином, сульфатом, бербериной или уротропином, а также назначают эти препараты в виде мази и примочек. Сформировавшиеся язвы являются показанием к назначению миромистина внутримышечно. Для ускорения заживления язв эффективна лазерная терапия. Препаратами резерва при лишманиозе являются амфотерицинв и пентамидин. Их назначают в случаях рецидивирования инфекций и пререзистентности. Лишмани к традиционным средствам. Для повышения эффективности терапии можно добавить человеческий рекомбинантный гомоинтерферон. В некоторых случаях бывает необходимо хирургическое удаление селезенки.